МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня подчас встречи с курсантами, слухачами и выкладчиками военной академии. Напереды дня баронцу Айчины Александр Лукашенко наведал эту ВНУ, где отримливают эдукацию и повышают квалификацию специалисты военного профиля. Навучение офицерского состава тут проходит на высоком узровне. Надается належная увага захованию традиций, вывучению своей военной истории, в опыту ведения сучасных войн, локальных конфликтов, укранению найновших технологий. У зале элиты национальной армии, якая формирует ее сучасные обличча. По словах нашего президента, будучи выпускники военной академии, повинны зауседы быть готовы до любого поворота падзей, быть высокопрофессийными специалистами и соправдными патриотами. Подчас размовы с молодым поколением войсковцев, керавник державы констатовал непростую ситуацию, что складывается на континенте. Поширение военных блоков, распроцовка и укранение новых технологий у сбройного супротиворства ускладняют ситуацию для наших межау. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Мы и впредь будем защищать свои интересы, в том числе в рамках совместной оборонной доктрины с нашим стратегическим партнером Российской Федерации. Однако это не значит, что мы откажемся от взаимодействия с другими странами, в том числе и в военно-политическом смысле. Как суверенное государство, Беларусь готова к конструктивному диалогу, в том числе и с североатлантическим блоком, на принципах паритетности и прозрачности. По часу встречи обмеркиваются самые разные темы. По целым, многие питания молодых войсковцев так и иначе дотичились безопасности и военной политики. От нюансов набора в армию и ситуации в регионе до диалога с соседями и партнерами. Основой устойливости Александр Лукашенко назвал экономику. Ей нужно заниматься, больше активно укоронять сучасные технологии, чтобы не отставаться от сусветных государств, богатых природными ресурсами. И главное – заховать мир и стабильность. Тысячи человек во всех регионах приняли удел в урочистых мероприемствах, присвеченных Дню оборонцов Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь. У Гомеля для вечного огню на площади працы собрались керавництва в области города, ветераны, представники працовных коллективов, громадских организаций «Молодь». Удельники митингу склали кветки и вянки до братской могилы героев, которые загинули в боях Великой Айчинной войны. Ушановали память загинувших хвилиной молчання. Протягнулись и мероприемствы урочистым сходом и концертом. Марина Джалая с подробязностями. У Гомеля мятелеца и мощный ветер, но на площади працы собираются сотни людей. КПД Денину поваги тем, кто оборонял нашу свободу в годы Великой Айчинной войны. И тем, кто делает это сейчас. Соправды, ни Заверуха, ни Палютовского суровая надворья – не перешкода для святкования таких дат. На площади працы Левечного огня люди, которые дорогой ценой и долгим, и тяжким житевым шляхом, ишли для нас до великой перемоги. Наши ветераны, которые, смотря на очень поваженный взрослый, приходят сюда с червоными гвоздиками и ширыми сердцами. Узгадать тех, кого больше нет на этом свете. И повиншовать тех, на кем зараз тримается безпека нашей державы. Я поздравляю всех военнослужащих, тех, кто отслужил, и тот, кто еще пойдет в армию с большим праздником. Праздником защитников Отечества нашей страны. Я думаю, что молодое поколение, сменившее нас, ветеранов войны, будет твердо стоять на своих границах, защищая свою родину, защищая жизнь своих близких. Пусть всегда будет над нами мирное небо, такое, как сейчас. Пусть всегда наши дети будут спокойно ходить в школу, учиться, получать образование. И поэтому всего самого наилучшего. Я ныне сумують генераться мирным житем в пригожем сучасном городе, махчимостью сустракаться, обмениваться новинами и марить об такой же спокойной будущине для себя и для своих нащадков. Гордимся, что город хороший, живем в таком городе приятном. И вот погода, видите, какая прогода. Я в войну так воевал, еще хуже погода была. Держались. А сейчас тем более должны держаться. В такую погоду показать, что мы замечательные люди, боевые, слаженные за нашу прекрасную Беларусь. За все хорошее, чтобы был мир на земле. Будет мир на земле. Будет все хорошо. День оборонцев Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь свято кожного жахара Беларуси. Кожного, кто ведает цену мирного життя. Кожного, кто поважает протков и жадает бачить свою краину счастливой, мирной, незалежной. Каждый наш гражданин является защитником своей Родины. В мирное время кует победу, в военное время побеждает. Поэтому всех хочу поздравить с праздником, пожелать светлого неба, доброго здоровья, тепла, уюта в домах, любви и счастья в семьях. Свято протягнулося у Гомельским областным драматичным театры. После урочистой частки почался концерт. Но Мария Коха один за одним нагадывали об мощных подвигах наших протков, об переможном шляху нашей краины и об тем, что самый счастливый день сегодняшний. Потому что именно сегодня каждый человек может сделать нечто доброе, чтобы завтрашний день стал еще лучше. Непарывная совесть минулого и сучасного – это путеводная нить нашего життя. Життя с удержанностью протков и ожиданием, чтобы у наших насчастков было доброе и мирное будущее. Марина Джала, Игорь Маришченко, телеродокомпания «Гомель». Сегодня в Рогачеве начались мероприемства и промеркованные до 75-ти годы вызволения города от нацистских захопников. Они будут проходить на протягу трех дней и завершатся исторической реконструкцией Рогачевско-Жлобинской наступальной операции. Город над Днепром наведал наш корреспондент Олег Синцерову. В угле Рогачев подчас Великой Ачины вызволяли двойцы. Первый раз в 13-го липня 1941 года, когда 63-й страховый корпус Леонида Петровска форсировал Днепр и вошел в город. На один месяц, один день у Рогачеви снова была обновлена советская улада. Это была первая значная перемога подчас войны. В другой раз Червоная армия вызволила город в ночь на 24-го лютого 1944 года. До боев на этом направлении оккупанты рыхтовались. Их передний край был на высоком, до 15 метров, Беразираки, где узвелищие и неконки линии траншеи с мостными огневыми кропками. И до того тонкий лют гитлеровцы постоянно бомбили, что повинно было замородить наступление Червоной армейцев. Правда, наступать на этом направлении советские войски не стали, а обошли ворога с флангов, что дозволило заховать тысячи солдатских жителей. Если бы идти в лоб, то брать Рогачева, это самое страшное дело. Это надо было на обриву, на это обледеневший, как это было в этом самом Азеранах. А там это самое, а здесь были, можно, обходным манером. Практически, когда наши вошли в Рогачева, немцы уже практически его оставили. Они ушли за дручь. После вызволения Павдневой и центральной частки города фронт на несколько месяцев стабилизовался. Остатняя территория Рогачева стала советской. Только в червене 44-го, в ходе проведения Бобруйской операции, за проявленную мужность и героизм при вызволении Рогачева, 55 солдат и офицеров Червоной армии отримали звание Героя Советского Союза. Сегодня о подеях Великой Чыны нагадывают не только помники. Будинок сучасной другой середины школы был поводованный в 1906 году. В 1943-м он трапил под мостный обстрел. Следыц куль и снарадов на гостинах можно убачить еще и в наши дни. Об этом живом помнику в Рогачеве ведает напевно каждое место в Ижихар. Правда, у экскурсийной маршруты по местах боевой славы другая середняя школа не включена. Непосредственно для наученцев установы. Это и святки подея Великой Ачины, элемент выхования. Коли об истории города можно мерковать не только по фотосдымках. Махчима по этой причине школу в Рогачеве называют узорной в плане патриотического выхования. В рамках святкования 75-й годовины вызволения города больше 200 наученцев стали членами пионерской организации и БРСМ. Непосредственно официальные мероприемцы начались с урочистых ашествия и митингов на городском мемориале военной славы. Терут у день к мероприемству простонники российской Тулы. В рамках военно-историчной экспедиции они проходят шляхами войсковых частей, которые сначала обороняли этот город, а потом вызволяли Рогачеву. Третья армия, 50-я армия, которые от Тульской области последнего рубежа обороны дошли, в феврале 44-го освободили город Рогачев, захватив стратегический плацдар на берегу Днепра. И также мы занимаемся поисковой работой. Это документы на героя Советского Союза, сержанта Алексеева. Он на реке Проня получил вторую медаль за отвагу, а в боях за город Довск и выход на берег Днепра получил третью медаль за отвагу. Командир полка, полковник Кругляков, видимо, после третьей медали за отвагу, взял и написал после освобождения Рогачева, присвоить звание героя, прошу. И это было сделано. Мероприемство на годы 75-й годовинного возводения у Рогачеви завержится у недели военно-историчной реконструкции Рогачевско-Жлобинской наступальной операции. Подея, что отбывались на этой территории белорусской земли в 1944 году, и сегодня представляют интерес для всех прихильников истории Великой Отчинной. Олег Сентюров, Вадир Игорь Банько, телерадио «Компания Гомель» с Рогачева. У Гомельской области протягивается акция «Один и день безпеки». Научание правильным деянием при пожарах и авариях, а так само оказанию первой медицинской допомоги проходят школьники, студенты, супрацовники буйных предприемств и наведовальники гандлевых центров. Сегодня в ученнии переохранения на надзвучайные ситуации провели на Добружском фарфоровом заводе. С подробностями Ганна Корольчук. Сгодна с легендой, в вынику короткого замыкания на участку повытворчасти Гафратары загорился картон. Огонь распал всюдевся по хороших материалах и дым заполнил помешкание. 43 супрацовников цеха двое потерпели. С сиренами и включенными проблесковыми маячками на территорию предприемства заезжают машины выротовальников, худкая меддопомога. Милиция и аварийная газовая служба. Усе працуют худко и зладжено. Бунь отбаянность на тренировцы может привести до трагедии подчас соправдной надзвучайной ситуации. В вынику пожар локализованы, а потерпелам оказана допомога. Мы отработали данное учение со всеми службами экстренного реагирования. В общем-то, все прибыли, все сработали, четко, слажено. На объекте работники тоже, в общем-то, все свои действия правильно отработали. Все уложились в нормативные сроки. Мы будем данную работу продолжать, чтобы оттачивать свое мастерство, навыки наших работников. Другой смоделеванной надзвучайной ситуацией стала махчимая погроза террористичного обстрела. Подчас отпрацовки специальное звяно по сигналі провело уготовность сховища для супрацовников завода. Их, до речи, 1100 человек. Из-за безопасности такого великого коллектива отказывают не только экстренные службы, а и непосредственно руководство предприемства. На предприятии безопасность очень важна. Ежегодно проводятся учения по пожарной безопасности. Соответственно, проводится проверка, скажем так, всех систем безопасности по ликвидации пожаров. В общем, все делаем для того, чтобы никогда не случалось у нас на предприятии чрезвычайных ситуаций, соответственно, пожаров. Обовязковый пункт – эвакуация по тревозе. Завершилась отпрацовка квест-гульнёй с томатичными пляцовками першого ротовальнику вёсцы. Не глядячи на то, что некоторые люди скептично ставятся до такого рода профилактики, большинство разумеет, что в выпадку небеспеки может стратить самого лодони и разгубиться. А додатковая тренировка допоможет довести день и до автоматизму. Если возникает какой-то случай и не знаешь, как себя реагировать, приходит какое-то состояние аффекта, ступор. Если ты этого не делал, то не знаешь, с чего начать. А так мы репетируем периодически, пробуем пользоваться огнетушителями, как помочь человеку, как оказать ему первую помощь. На собственном опыте у меня тоже был пожар, и я помню эти ощущения. Это действительно состояние аффекта. Ты не понимаешь, что делать, куда бежать. И не забываешь даже номер телефона, кому позвонить. Мероприемства, примиркованные до 1 Дню Беспеки, протягнутся по всей краине до 1 Саковика. Далее акцию плануют проводить два раза в год. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» с Добруша. Пастки для шуму и паху. На «Гомель» шпалерах протягивают боротьбу с неприемными наступствами работы одного из вытворчих участков. Уже сделано немало. Как выник, превышение ограниченно допущенных нормативов по шуму и выкидах у поветра, забруженных речевов, сегодня не выявлены. Вытворчость виниловых шпалер запущена в стандартном режиме. Однако на досягнутых выниках на предприемстве спиняться не сбираются под обязанности в наступном сюжете. Модернизация вытворчести, установка фильтра, изменение конструкции по ветроводу. А мальгод на «Гомель» шпалерах не применяется работа по ликвидации неприемных факторов вытворчести. Розные контролючие службы тут сбывают что день. Проводят замеры на виниловой линии, звонку на территорию фабрики, а так само и в жилой зоне побоч с предприемством. Сейчас мы уже проводим практически еженедельные исследования и мониторим ситуацию. Плюс с февраля месяца пошли обращения граждан на шум, на гул. Поэтому вместе с вредными вещами мы мониторим и уровни шума. Именно в жилой застройке и в жилых квартирах тех граждан, которые особенно жалуются на дискомфортное состояние по шуму. Шум снизили за кост изменению у вентиляционной системы. Была изменена конструкция воздуховода, что улучшило показатели по уровню шума. Они снизились примерно на 23 дБ. Также на нашей газочной установке была внедрена установка компании «Аэральянс» для окисления летучих органических соединений, дурнопахнущих. Зараз установка налаживается. Ее эффективность проверять праздник Алькиты днём. В последнее время, месяца два, этого мы не чувствуем, потому что, не знаю, или погода помогает, или там навели порядок. Одним словом, дело идёт на поправку. С начала текущего года превышение каких-либо загрязняющих веществ не выявили. В настоящее время областным комитетом продолжается контроль за ситуацией. Практически ежедневно мы обследуем территорию, прилегающую к предприятию. Из тех шагов, которые будут уже приняты в ближайшее время, это предприятиям должны быть закончены работы по модернизации своей газочистной установки и доукомплектации фильтрами, которые позволят улавливать ещё большее количество загрязняющих веществ. С мета установления усяго спектра забручевальных решевов, что выкидываются у поветра, до замеру подключили специалисты у лаборатории Санкт-Петербурга. Мы на месте стоять не будем и дальше принимать меры. У нас целый комплекс есть мероприятия. По уменьшению раздражающих факторов для населения. Евгений Кухаронок, Игорь Марышенко, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Беларусь протягивает активно рыхтоваться до головных стартов этого года. Других европейских гульняв. Особливая увага надается осветлению этой спортивной подеи. Для того, чтобы информация про грандиозный форум дошла до самых отдаленных кутков нашей страны, в столичном доме журналистов прошел семинар для корреспондентов, которые осветляют спортивную тематику. Организатор мероприемства – Беларусский союз журналистов. Каля по сотне представников региональных сродков массовой информации, среди которых и наши корреспонденты, отримали макчимость с первых вузнов доведаться об ходе подрыхтовки найбойнейшего в суверенной истории краины форума. А так само тем, чем с девять удельников и гостей гульня у гостины «Минск». Осветлять европейские гульни будут и больше, как тысячи представников замежных СМИ. Уже подписаны контракты, которые предусматривают вещание вторых европейских игр в 110 странах мира. Мы хотим, чтобы нас увидели в большем количестве стран, порядка 160. У нас есть для этого еще время. В общем-то, мы планомерно вместе с нашими испанскими коллегами идем к тому, чтобы на «Минск» в этом году обратили внимание все. К слову, один из первых контрактов на вещание вторых европейских игр был подписан с китайской государственной телерадиокомпанией. Проставники СМИ наведали широк объектов непосредственно заденеченных у проведений споборництва. Это шмат функциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», «Фалькон-клуб», на кортах якого будут разыграны медали у бадминтоне, и сердце других европейских гульняв – национальный олимпийский стадион «Динамо». Тут пройдут рачистые церемонии открытия и закрытия, а так само споборництвы по легкой атлетице. Это и а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Гомельская таможня дважды не дала добро. На этот раз гражданам Украины, которые пытались ввести в Беларусь марихуану, оба иностранца въезжали в страну в качестве пассажиров международных рейсовых автобусов. В первом случае дурман-трава была обнаружена в автобусе сообщением Чернигов-Гомель. Между стенкой машины и сидением был найден полиэтиленовый сверток с растительным веществом. В нелегальной перевозке подозревается 47-летний пассажир. А во втором случае таможенники задержали 29-летнего украинца, который не прошел контроль в пункте оформления «Новая Гута». Мужчина ехал в автобусе Киев-Вильнюс, а травку закрутил в денежную купюру. Выявить обоих любителей марихуаны помогла кинологическая служба гомельской таможни. Пришел на помощь, хотя был не на службе. В Гомеле сотрудник ОМОНа в свой выходной задержал насильника. Прапорщик милиции Андрей Воевода услышал доносящиеся с улицы женские крики о помощи и поспешил выйти из дома. Уже во дворе он заметил мужчину, который прижимал потерпевшую к земле под балконом соседней многоэтажки. Услышав крики «Стой, милиция!», насильник сделал ноги. Но ОМОНовец начал преследование. Злоумышленник скрылся в подъезде своего дома, но дверь собственной квартиры открыть не смог. Там его прапорщик и обезвредил, а потом удерживал до приезда милиции. Задержанного доставили на обелецке РУВД города Гомеля. Установили его личность. Им оказался неработающий ранее судимый за уклонение от воинского призыва гомельчанин, 1998 года рождения. По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело. К слову, Андрей Воевода – один из лучших бойцов гомельского ОМОНа. Вне службы преступников задерживал и раньше. В 2016-м, находясь на лечении в больнице, он передал милиции квартирного вора. От наезда пешеходные переходы не спасают. В ГАИ призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и вежливыми на зебре. В Гомеле на улице Луначарского водитель автомобиля Рено сбил женщину прямо на регулируемом пешеходном переходе. Она получила серьезную травму и была доставлена в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы. В Речице автомобилист на Мерседесе протаранил два припаркованных авто. Нарушителя запечатлела камера наружного наблюдения. Вот он берет разгон и цепляет правым крылом внедорожника чей-то автомобиль. А тот, в свою очередь, сталкивается с еще одной иномаркой. Как сообщили в милиции, нарушителя задержали по горячим следам. Благодаря записи и своевременному звонку очевидцев. На сегодня все. Самые горячие факты и происшествия у нас в де-факто. Оставайтесь на Беларусь-4. На экваторе второй-третий матча Столивары воспользовались удалением соперника. Никулин вывел свою команду вперед. Окончательный счет поединка на 49-й минуте установил Полищук. 3-1 в пользу Металлурга. Гомель в домашних стенах играл с Неманом. Гости в каждом из периодов по разу огорчили Бабарико. Партнеры гомельского голкипера ни одну из своих атак до логического завершения так и не довели. Поражение 0-3. Завтра подопечные Сергея Стайса ждут в гости Лиду. Неман отправится в Жлобин, где сыграет с Металлургом. В чемпионате Беларуси по мини-футболу впереди 18-й тур. Его программа растянется на три дня. Ближайшие выходные и 3-е марта. БЧ 18-й тур пропускает, но отдыхать железнодорожники не намерены. Завтра команда Дмитрия Камека на паркете спорткомплекса «Локомотив» сыграет спарринг с рогачевской дружиной Гомель-Молоко. Начало в 12.30. В 15.00 на эту же спортивную арену выйдут ВРЗ и столичные Динамо БНТУ. В первом круге вагоностроители без проблем обыграли студентов 5-0. Параллельно в Светлогорске ЦКК будет встречаться с Оршанским Витеном. В первом круге, напомню, сильнее были энергетики. 4-2. Гомельская энергия в ближайшие выходные сыграет очередные поединки чемпионата страны по волейболу. В 17-м туре соперник энергетиков «Легион» из Обухова. В первом круге подопечные Дмитрия Лихорада на выезде дважды обыграли соперника со счетом 3-0. Две ближайшие встречи пройдут на паркете гомельского спорткомплекса «Локомотив». 23 февраля поединок начнется в 18.00, 24 в 12.00. После 16 туров энергия уверенно удерживает третью позицию в турнирной таблице. Предстоящий соперник располагается на пятой строчке. В Гомеле завершилось первенство Беларуси по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. Состязания проходили на арене Дворца легкой атлетики в числе лучших спортсменов турнира Марк Потей. Представитель Гомельской области выиграл финальные забеги на 200 и 400 метров. Кроме того, он помог гомельскому трио подняться на третью ступень пьедестала почета в шведской эстафете. 600, 400 и 200 метров. Победителями первенства также стали Степан Чешанков в забеге на 60 метров, Мария Каток в прыжках в длину, Александр Ковалев в забеге на 60 метров с барьерами и Дмитрий Марфушкин в прыжках с шестом. Кроме того, в активе гомельских атлетов две серебряные и шесть бронзовых наград. В общем, в зачете Гомельская область заняла четвертое место, пропустив вперед команды Могилевской, Брестской и Гродненской областей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok